Тверской центр образования имени Трощенко в Брусилове посетила делегация директоров школ из Петербурга. Цель визита — обмен педагогическим опытом и развитие системы школьных музеев. Подробности далее. Такие рабочие встречи, на которых представители педагогического сообщества из разных регионов обмениваются опытом, проходят в рамках реализации национального проекта образования. В Тверь одновременно 27 руководителей питерских школ, научные сотрудники и педагоги приехали в первый раз. Мы много лет отправлялись в путешествие с нашими педагогами, для того, чтобы узнать, как здесь, сейчас, сегодня у нас в России работают с детьми, с молодежью в этом направлении. И вот сейчас мы делимся опытом и узнаем о том, что интересного в этих практиках на территории Твери и Тверской области. Знакомство началось с обсуждения образовательной системы в целом и дискуссии о том, как с помощью развития системы школьных музеев сохранять культурно-исторические традиции России. Сегодня мы говорим очень конкретно о деятельности школьных музеев. Направления разные. И этнографические, и военно-патриотические, и культурологические. Дети любят их, родители их любят. И они становятся теми центрами, вокруг которого развертывается большая позитивная работа. Как отмечают педагоги, музей привлекает большинство школьников. А в его создании принимают участие и взрослые, и дети. Например, в гимназии номер 6 свой музей появился в 2005 году, в преддверии 100-летнего юбилея. Ключевую роль в наполнении экспозиции сыграли ученики и выпускники гимназии. Они приходили, рассказывали о своих воспоминаниях, они приносили документы, письма-треугольнички своих братьев или сестер, медали, ордена. Они все хотели, чтобы осталась какая-то память о своих любимых и близких. И они очень были заинтересованы в том, чтобы этот музей был создан. Во время встречи директор Центра образования имени Александра Атрощенко Ольга Коротких провела ознакомительную экскурсию по школе. Участники встречи запланировали реализовать ряд совместных образовательных проектов. Такие встречи, в том числе и в онлайн-формате, будут продолжаться.